То есть ты предприниматель, благодаря карантину, выстроила по-другому бизнес, купила Порше. И знаешь, когда кто-то видит одну сторону любого кризиса, типа что-то не получается или кто-то теряет бизнес, и в этот момент очень здорово показать другую сторону, потому что она есть во всех кризисах. Конечно, количество денег в мире не меняется, просто перекликают другие шармоны. И это интервью в формате тысячи кейсов. Я давно эту идею вынашиваю, очень медленно она двигается, потому что выделять время на интервью, еще делать, чтобы оно было полезным, ну то есть это огромный вызов, и часто зрители не всегда оценивают это, поэтому надеюсь, то, что мы сейчас с тобой сделаем, это оценят. Да, конечно, у нас-то интересная история, Денис. Да, и это интервью поможет хотя бы одному человеку что-то изменить в его жизнедеятельности, в процессах. Я бы хотел рассказать про этапы, твои этапы, твой бизнес, твоими словами. Да, так как мы встретились, и ты ездила в Китай, ты моими глазами увидела эту страну, ты участвовала в создании продукта, сама знакомилась с разными производителями, поставщиками. Начнем сначала. Почему ты три года не могла сделать сайт? Что за беда у тебя как предпринимателя была с этим? На самом деле, знаешь, у меня до недавнего времени было такое качество, которое я долгое время считала своим плюсом. Это такой жуткий перфекционизм и синдром отличницы. На самом деле, мне всегда казалось, что это же здорово, мой перфекционизм заставляет меня все делать классно, вот на 100%, на 5 баллов. Но на самом деле, ты открыл мне глаза на это качество с другой стороны. На самом деле, для меня оно работало в минус, по крайней мере, что касается сайта. Потому что мне хотелось, чтобы это был такой идеальный, вообще супер-пупер, крутой, продающий сайт, чтобы там был шикарный дизайн, чтобы весь функционал был идеальным, он был быстрым, ну, в общем, все качества и сразу. И поработав, не знаю, с десятком, наверное, разных разработчиков в Казахстане, я не могла найти тот вариант, который бы меня устраивал. То было слишком дорого, там, сайты за полтора-два миллиона рублей. То это было дешево, но это было совершенно не то качество. Они вообще не понимали от меня, чего я хочу. И когда ты мне сказал, Том, ты так никогда не делаешь свой сайт. Возьми уже, наконец-то, наступи на свой перфекционизм и сделай на троечку. Но сделай. Я поняла, что действительно это так. У меня было очень много идей, как развивать свой бизнес, что делать, куда идти всегда. Но я всегда боялась, что вдруг тут мне вот недостаточно опыта, чтобы заниматься сейчас этим направлением. Здесь, может быть, мне будет недостаточно времени, чтобы сделать это на отлично. И в итоге, к чему это приводило? Это приводило к тому, что там 90% идей оставались на уровне идей, и я не шла туда, потому что боялась не сделать хорошо. Отлично. Главный вывод. Давай сделаем такой сейчас. Перед тем, как мы сейчас сильно углубимся. Твой вывод как предпринимателя – это начни делать что-то хотя бы на троечку, чтобы что-то получилось, надо хоть что-то, чтобы было. Надо выключить в себе синдром отличника и начинать делать. Делать так, как получается. И на опыте уже учиться делать хорошо. Давай теперь такую вот сделаем поездку в прошлое. Мы когда познакомились, первое интервью, перед тем, как ты пошла к нам в программу, потом полетела в Китай, на том первом интервью был некий бизнес. И это было примерно год назад. Да, это было примерно год. С текущего момента. Давай расскажем о том, что было тогда. Такие факты, просто какие-то, которые тебе уместно говорить. Которые объективно отличают сегодняшнюю ситуацию. То есть, что было тогда, а потом поговорим, что сейчас. То есть, какие были произведены изменения, чтобы мы могли выделить это как чит-код. Что вот есть такой чит-код, что его можно внедрить. И он может быть имплементирован в разные виды бизнеса, в разные ниши. Так что было? Ну, знаешь, когда я к тебе пришла, у меня уже был достаточно развитый бизнес. Когда ты только начинаешь удваиваться или утраиваться, это очень легко. Ну, что было, давай, что было? Ну, когда у тебя уже обороты где-то там сотни, сто пятьдесят тысяч долларов. У меня был магазин косметики. Так, отлично. Большой, хороший магазин косметики. Сколько брендов ты торговала? Уже где-то, наверное, пятьдесят брендов у меня уже было на тот момент. Какие известные бренды? Назови просто. У меня были в основном уходовые бренды, мировые, известные. Это был Бабар, Кенри Джейман, Риксалайн, Эмма Харди. Очень много, ну, пятьдесят брендов. Огромная коллекция. А ты разбираешься в том, что ты продаешь? Конечно, да. Я в своей нише разбираюсь очень хорошо. И, собственно, поэтому первое время я развивалась очень быстро. И ассортимент был большой. И клиенты шли, и клиенты оставались, и были постоянными. Но когда ты развиваешься до определенного предела, дальше быстро расти сложно. То есть органический рост, он в какой-то момент притормаживается. А тебе-то хочется быстрее, выше и сильнее. Для этого нужно делать что-то принципиально новое. Ну вот, смотри, я видел, ты вела Инстаграм. Ты рассказывала о том, как пользоваться твоей косметикой. Ну, то есть прикольно. Было логично? Окей, вот есть физический магазин, вот есть Инстаграм. Типа, ну, такой местечковый бизнес, можно его назвать, да? Да. И еще при этом... И развитие было ограничено клиентами вокруг, которые есть здесь. Ну да, и ты не могла три года сделать сайт. Да. Я вот понимала, конечно, что, несмотря на то, что долю рынка онлайн-торговли в Казахстане занимает довольно маленькую, но что эту нишу нужно занимать, потому что за этим развитие, и, как показал нынешний карантин, развитие грянуло очень быстрыми темпами. Как тебе карантин помог? На самом деле, благодаря нашей с тобой совместной работе, сайт у меня появился в январе этого года, мы запустились. Тогда еще мы не думали о том, что нас затянет этот карантин так надолго, и вообще, что он будет такой жесткий у нас. Тогда все только начиналось еще в Китае. Но сайт начинал потихоньку работать, и у меня стояло несколько задач. Первое, что сайт нужно как-то продвигать, нужно, чтобы пошла конверсия, чтобы он индексировался. Как же загнать своих реальных клиентов на сайт? Потом стоял второй вопрос. Давай перед этим, смотри, перед тем, как мы разберем вот эту вот деталь, ведь сейчас нас могут смотреть люди, у которых такая же проблема. Они вечно пытаются или сделать нормальный сайт для своего бизнеса, как витрину, как магазин. Есть такие, как ты, кто долго не может даже просто онлайн-площадку сделать хоть какую-то, и им нужен некий такой механизм. Я просто вспомнил, как я это видел, и задание, которое я тебе давал. Напомню, что я тебе предложил выбрать там несколько сайтов твоей ниши, отрасли, которые тебе нравятся. Так было? Да, механика создания сайта сильно изменилась, когда мы стали с тобой работать, потому что от каких-то эфемерных непонятных вещей, потому что меня не могли понять наши разработчики, как я хочу, как я это все вижу. Мы пришли к тому, что да, надо взять несколько сайтов-примеров, которые действительно нравятся, которых подходит у кого-то дизайн, у кого-то функционал, и просто их объединить, взять из них лучшее и сделать что-то на примере. И, собственно, так мы и поступили. И сайт получился очень классным, работающим по аналогии западных крупных магазинов, продающих косметику. Притом он не идеальный сейчас. Там есть не очень качественные фотографии. Конечно, он не идеальный, потому что еще работает нам в минус то, что, конечно, ассортимент огромный. Это не один монобренд, который выложил 20 позиций на сайт, и ты можешь отшлифовать очень быстро все фото, видео. У нас более 5000 наименований. 5000 наименований. Да. И это, конечно, сложно для того, чтобы 5000 наименований причесать идеально на сайте. Но мы над этим работаем. И опять же, здесь карантин сыграл плюс, потому что была возможность перевести часть сотрудников на удаленку и посадить их непосредственно заниматься сайтом. Хорошо, давай предположим, у тебя бы сайта не появилось в январе. Что бы было с твоим бизнесом? На самом деле, мне было бы сложно переживать этот карантин, потому что для моего офлайн-магазина аренду никто не отменял. Работать мы не могли офлайн больше двух месяцев вообще. Сейчас мы работаем до сих пор в сокращенном режиме. Больше двух месяцев мы не могли бы работать вообще. Это были бы полностью минусовые месяцы. Слушай, а вот по оборотке сайт и офлайн-магазин, есть порядок отличия или он тождественный, дай какие-то вводные? Когда мы только запустили сайт, то процентов 10 только перенаправилось людей на сайт, потому что все равно люди хотели, чтобы их консультировали вживую. Но тут начался карантин, и этот поток поменялся наоборот. На 90% шли заказы через сайт, потому что магазин, соответственно, был закрыт. И только 10% по звонкам, по WhatsApp просили личную карантин. Расскажи свой опыт, как ты трафик организовала на сайт. Потому что у всех, знаешь, как, ну, то есть, окей, да, ладно, с сайтом понятно, т-д-д-т. Там финансовую сторону сейчас затронем. Ну, там про сайт тоже интересно, потому что, ну, там уровень твоего сайта, ну, мог тянуть там и на миллион, да, объективно. Да. А вот обошелся во сколько? Обошелся где-то в 200 тысяч рублей в общей сложности. Все про все, да? Ну, изначально, я помню, была цена дешевле. Даже с условием того, что я платила для того, чтобы его заполнить своим девочкам. То есть, около 200 тысяч рублей. Ну, это же не сразу, это ты за несколько, по-моему... Да, это все за несколько итераций, и то и не сразу, да? То есть, сначала где-то было 1150 примерно. Так, окей, это более чем приемлемо для большого интернет-магазина. Конечно, конечно, это абсолютно приемлемо. Как трафик? Как трафик попал тебе на сайт? Ну, мы, во-первых, продвигаемся, мы пишем статьи на сайте, по ключевым словам продвигаемся в Яндексе и в Google Директе. Но и, конечно, в своем Инстаграм стараемся перенаправлять клиентов максимально на сайт. Если мы показываем какой-то продукт, обязательно добавляем ссылку, чтобы, мол, человек свайпнуть и попасть сразу на сайт. То есть, первично текущая клиентская база? Да. Опять же, из-за того, что наступил карантин, мы эту же нашу клиентскую базу направили на сайт. И эта клиентская база помогла нам его проиндексировать очень быстро. То есть, оно подняло нам конверсию, подняло очень сильно посещаемость сайта. И, соответственно, он стал в органической выдаче в Google и в Яндексе намного выше, чем был до этого. Так, то есть, рекомендация, например, тех ребят, у которых в онлайне нет особых продаж, но они хороши были в оффлайне, это всю клиентскую базу через смс-ки, через какие-то... Да, мы делали смс-рассылку тоже. И еще очень хорошим фактором послужил такой конкурс, который мы провели среди наших клиентов. Мы попросили их оставить отзывы на нашем сайте на те продукты, которые они у нас уже приобретали и которыми пользовались. И за это мы предложили хороший такой косметический бокс в подарок. И это сработало очень круто. У нас сайт пополнился двумя тысячами отзывов за неделю просто на ровном месте за совершенно небольшую плату. При этом, естественно, клиенты, зная, что они участвуют в конкурсе, оставляли отзывы на те продукты, которые им понравились, оставляли хорошие отзывы. И, соответственно, эти же продукты стали продаваться еще лучше, потому что другие люди видели на них хороший отзыв. Слушай, Тамара, ты ведешь дела сама или с мужем? Это у тебя совместный бизнес? Муж, конечно, не помогает, но у нас можно считать, что это совместный бизнес, но все-таки все, что касается теоретической части по косметике, это, конечно, больше на мне. Как вообще твое отношение к семейному бизнесу? Это то, что стоит советовать семьям, или все-таки есть какие-то предостережения? Ну, такой, знаешь, чисто житейский совет. На опыте своего бизнеса я бы, конечно, советовала семейный бизнес, но все-таки, мне кажется, и пары бывают разные, и характеры разные. И если вы друг друга поддерживаете и готовы дополнять друг друга, один выполняет одни функции, другой другие, то это супер. Потому что Мурат, он у нас такой идейный, когда возникают какие-то проблемы, сложности, или когда я начинаю паниковать, он всегда находит верное решение быстро. Лёва, то есть он такой хороший такой симбиоз. Поддержка для тебя, да? Да, огромная. Скажи, пожалуйста, чтобы наше интервью, знаешь, не было такое, интервью отличников, ну, есть же ошибки. Со мной мы рискуем сделать такое интервью. Риск, да, что у нас будет интервью отличников. Ну, я вижу, ты оделась, сделала прическу, вот, я думаю... Блин, вот как раз не успела сделать прическу, но я планировала, Дим, да. Ты знаешь, что я бы делала. Да, чтобы это было, ну, там, максимально ценно, ты же начинала? Ну, давай сделаем отправку туда, когда ты только открывала, там, первый магазин, да, ну, занялась косметикой, как это получилось, как сложились обстоятельства? Ну, знаешь, я изначально вообще не делала в эту сторону какую-то большую ставку. Для меня это был такой бизнес для души, потому что я в тот момент занималась семейным бизнесом нашим с папой, но он был совсем не женственным, он был связан с автомобильными красками и работой с СТО. Ты продавала краски? Да, я продавала автомобильные краски, ну, совсем не женский бизнес, в общем, так сказать. Блин, ну, очень похожа с косметикой, елки-палки. Да, вообще, на самом деле, муж мой до сих пор так и говорит, что это там надо загрунтовать, потом краска, потом лаком. И у женщин так же. Основа, тон, потом спрей-фиксатор. В общем, все технология та же самая, только продукты разные. Так мы всегда шутим, что муж продает у нас краски для машин, а я для женщин. А в чем секрет успеха твоего, ну, как ты считаешь, вот твоей, это ты лично, как думаешь, почему у тебя получилось продавать косметику, там открыть магазин, у которого там тысячи клиентов? Знаешь, я думаю, что тут, конечно, сработала моя увлеченность. Я думаю, что в выборе сферы деятельности, в которую вы направляетесь, нужно обязательно, чтобы вам было интересно, и чтобы вы были экспертом в той сфере, в которую направляетесь. Потому что за первый год, когда я работала вообще сама одна, все время без единого нанятого сотрудника, у меня не было ни одного клиента, который ушел от меня без покупки. И не было ни одной жалобы, ни одного недовольного клиента. И сарафанное радио распространялось очень быстро, и клиенты у меня очень сильно быстро прирастали по количеству, так что я перестала уже с ними справляться. А ты была экспертом до начала своего бизнеса? Не сказать, что я вот была до, сказать, что я во время стала экспертом, потому что я стартимент был небольшой. То есть изначально я привозила те продукты, в которых я разбирала. И интерес мой рос, и расширялся ассортимент, и расширялись мои знания. Я закончила очень много курсов разных косметологических, обучалась много где, включая там школу Майкаппорева в Париже, потому что мне просто это нравится, мне это интересно. То есть ты стала спецом в продукте, который ты продаешь, так? Да. Вот зерно. Я считаю, что это очень важно, это очень важно. А что важнее, быть спецом в продукте, который ты продаешь, или бизнес-инструменты? Мне кажется, вначале нужно быть спецом для того, чтобы выбрать нишу. А потом, когда ты упираешься в свой потолок уже индивидуальный, когда тебе нужно строить компанию, нужно расширять бизнес, затем нужны уже бизнес-инструменты в том числе тоже. Так, хорошо. Вот как ты перешла от этапа «я такой шашлычник», ну там, я и крашу, и рисую, и продаю всем, да? Я и директор, и уборщица, и продавец, да. Ну да, да, да. Как ты перешла от этапа «я директор и уборщица» к этапу «ты и команда людей, магазин, интернет-магазин» и так далее? Ну если вспомнить о том, что у меня есть синдром отличницы, то сложно. Потому что в любом случае, когда начинаешь работать с командой, с кем-то, всегда возникает такая проблема, что тебе кажется, что лучше тебя никто не сделает, лучше сделаю сам, чем кому-то доверить. И ты понимаешь, что если ты растешь, то где-то начинаешь терять в качестве. Но по-другому не бывает. То есть либо ты остаешься на месте, зацикливаешься и делаешь все идеально, но для узкого круга… Ну первый какой шаг был, который ты сделала? Я наняла помощницу себе. И начала ее обучать. Мы вот были вдвоем. И это было, конечно, первое время сложно, потому что все приходили и говорят, а где Тамара? Можно у Тамары консультацию получить? Но я, стиснув зубы, стойко выдержала этот момент. Дальше уже пошло легче. Мы взяли еще двух девочек и начали их обучать вдвоем. Помощница до сих пор с тобой работает? Да, она сейчас моя правая рука, все так же. Сколько лет вы вместе? Ну мы уже пять лет вместе. Прикольно. Кто управляет интернет-магазином? То есть есть офлайн-магазин, я понял. Она сейчас управляет интернет-магазином. Вот моя помощница, моя правая рука, она все редактирует. Я помнишь, спрашивал про разницу между… Ну то есть затраты на онлайн-магазин, объективно, они должны быть сильно ниже, чем на офлайн. Однозначно, очень сильно ниже, чем на офлайн. Во сколько в твоем случае эта разница? Ну, раза в четыре. Так, а какой оборот, ну просто в сравнении, давай не будем сейчас цепляться за там какие-то предметные цифры прям, ну в порядке. Ну сейчас примерно 40% на 60% в данный момент. То есть 40% это интернет-магазин и 60% это розничный магазин. Но опять же потому, что туда включается еще оптовая часть. То есть оптовая часть у нас все-таки не через сайт идет. И торгуешь оптом еще? Да. А что ты продаешь оптом? Что у тебя оптом можно купить? Несколько брендов на дистрибуции, и в том числе мой личный бренд, который одноименен с моим магазином, называется Онберона. Мы производим косметические аксессуары, косметички и наборы для массажа лица, камни гуаша и роллерами. То есть ты пошла по американской модели больших компаний, на уровне Сифоры, и теперь ты делаешь аксессуарику. Так? Ну если вспомнить, что я занимаюсь косметикой, в косметическом бизнесе маржинальность она фиксированная. Когда ты работаешь с каким-то дистрибьютором, у тебя есть рекомендованная розничная цена, есть цена закупки, и тебе влево-вправо двигаться некуда. И маржинальность это не такая высокая, с учетом большого количества еще затрат, которые на покупки приходятся. Поэтому было желание острое повысить маржинальность товара. И вот с Димой мы нашли решение, как это можно сделать. Мы не будем рассказывать все секреты, зачем. Ты год назад, достаточно опытный состоявшийся предприниматель, зачем ты пошла учиться? Я вот как опытный предприниматель, который органически рос-рос-рос в пять лет, и уперся в некий такой потолок, и я понимала, что мне хочется какого-то быстрого роста, резкого, какого-то скачка. Но я понимала, что вот просто расширяя тупо количество клиентов и давая больше денег в рекламу, но это медленный очень рост. Я понимала, что нужно делать какие-то новые шаги, и для того, чтобы их делать, как минимум просто нужна мотивация. Нужен какой-то глоток свежего воздуха, общение с другими людьми, кто в теме, кто тоже в бизнесе, чтобы замотивироваться и решиться уже наконец на что-то кардинально другое. Слушай, ну мотивация стоит сильно дешевле. Можно покупать билеты на концерты, знаешь, там или... Я же отличница. Так? Я же отличница. Мне нужна была жесткая мотивация, самая максимальная. Мне кажется, стоимость твоей годовой программы как раз отличная мотивация уже как минимум для того, чтобы по полной все получаемые знания реализовывать, потому что иначе зачем это все? Почему люди без рычага ничего не делают, ничего не внедряют, не меняются? Знаешь, Дим, мне кажется, это так устроены люди. Это такая психология, с ней ничего не сделаешь. Вроде бы головой ты прекрасно понимаешь, что можно сделать это, можно сделать то, можно сделать миллион всяких разных действий, но пока ты не получишь либо какое-то одобрение со стороны, либо пока ты не получишь какой-то такой жесткий пинок, что давай уже пересиделай, давай уже не сиди на месте. Ну вот в моем случае это было так. Три года я думала о том, как бы мне сделать этот сайт. Было множество вариантов, как его сделать, но я же его не делала. Не потому, что я там какой-то большой трус, я не уверена в этом была или еще что-то. Я, ну, были какие-то сомнения. То есть мы можем сказать, что если бы ты не сделала этот шаг, то в карантине ты бы могла сильно потерпеть, ну, то есть ты могла бы очень сильно просесть. И никаким бы Порше здесь не пахло. И знаешь, я очень сильно вижу это по коллегам своим по цеху, не люблю говорить конкурентам, потому что я такой за здоровое партнерство. Я вижу это сильно, что многие просели во время карантина. То есть твои конкуренты сильно просели? Да. Потому что это такая, знаешь, заезженная уже фраза, что карантин, кризис для кого-то, это возможности для кого-то, это кризис, да. Но на самом деле это так. Количество общих денег в мире не меняется, просто они перетекают из одних карманов в другие. И важно в этот момент быть очень таким вариативным и вовремя брать себя в руки и менять свой бизнес. Те, кто не смог, они сейчас очень сильно просели. В моем случае же мне, наоборот, удалось и привлечь новых клиентов, и больше заработать. Ты знаешь, я вижу новые изменения, витки в рынке. Мы будем об этом как раз разговаривать на нашей очередной встрече участников годовой программы, в формате такого открытого интервью для ребят, как истории предпринимателей, которые рядом на вытянутой руке. Потому что рассказывать про миллиардеров, часто их опыт мы хрен применим. Да, это очень сложно, действительно. А можно какие-то пару таких вот, может быть, один-два твоих каких-то простых очень шагов внедрения, которые могут ответить на вопрос, как? Ну, типа, я вот это сделала и получилось вот то-то. Может быть, увеличила клиентскую базу или привлекла новых клиентов или получила оптовые заказы. Ну, что-то, что тебе не создаст, ну, как подножку, да, там. Вот, то есть что же мы понимаем, что смотрят люди. Глобальных шагов, которые были сделаны за этот год, это был полный ребрендинг, то есть мы сменили свой стиль. Это было введение своего бренда, своих продуктов, которые мы производим под себя. Это был запуск сайта, конечно же. Это было привлечение новых клиентов. за счет новых форматов рекламы. Это был выход на маркетплейсы. Наши казахстанские пока внутренние, но это тоже сильно расширило нашу сферу влияния и, по крайней мере, сильно увеличило узнаваемость нашего бренда. Вот, я думаю, что это, наверное, было ясно. Ну, и работа с командой тоже. Сильно увеличили штат. Я многие задачи, которые несла на себе, переложила теперь на руки сотрудников, а себе освободила место в расписании и в голове для того, чтобы думать о каких-то более глобальных вещах, которые действительно приведут к развитию. Ну, такой, знаешь, план кому-то на внедрение на следующие ближайшие несколько лет. Ну, я много сделала за год, да. Да, по факту... Мне кажется, любой один из этих пунктов, он приводит непосредственно к росту. То, что упрощает, это резать все задачи на маленькие. Потому что, когда мы смотрим на одну задачу целиком, ее очень сложно переварить. Вот я там смотрю на задачу, сделаю там форум по бизнесу с Китаем. Да, и вот если смотреть на нее как одну задачу большую, то это невозможно. На этом и построен весь... Вся наша работа в клубе X2, вся наша годовая работа на этом и была построена. Вспомни, как мы с тобой работали с сайтом, да, точнее, как ты представлял меня работать с сайтом. Когда ты смотришь на задачу, у тебя ничего нет, и нужен продающий хороший сайт, полноценный интернет-магазин, это звучит страшно, и ты не знаешь, с чего начинать. Когда сначала мы простудировали, да, выбрали сайты, которые подходят. Затем я продумала и внесла какие-то правки, что нужно изменить. Написали... Ну, то есть, когда эта задача огромная была разделена на маленькие подзадачи, то и страх пропадает, и делается все быстрее и легче. Клево. То есть, тезис такой этого интервью, что, ребят, первое, это не делайте на отлично, делайте на троечку, второе, пилите... Лучше делайте хоть как-нибудь, чем не делать на отлично. Пилите большую задачу на маленькие, каждый день делайте по маленькому кусочку, тогда будет ощущение динамики и некое удовлетворение. Я вот заметил, что паника наступает, когда ты видишь проблему, потом видишь какие-то вероятные решения, но из-за того, что они очень большие, из-за них сложно... И непонятно выбрать, какое правильное. Например, вот у тебя была же задача, цель... Тамара приходит и говорит, так, я хочу, значит, продаваться на международных рынках и получать еще доход в валюте, да? В валюте, да. Да, я говорю, а продукт есть, с которым мы это будем делать? И у Тамары такой был завесон. Так было? Было, было. Точно. Так, а что же я буду продавать там? Ну, то есть странно было бы, если бы ты пошла там в Италию или во Францию с их же косметикой, где есть их же дилеры, их же там партнеры и так далее. Ну, то есть вряд ли бы у тебя получилось там... Но у меня в мыслях было российские бренды, с которыми мы партнерим, которые не представлены еще на западном рынке, продавать их. Но тоже так себе мысль. Зачем продвигать чужой бренд, когда можно создать свой и продвигать его? Это... Больше логики в этом. Да, и мы начали потихоньку создавать свой продукт. Я думаю, что об этом еще рано прям говорить, но мне бы хотелось сейчас зафиксировать этап, что мы стоим, да, там у подножья создания продукта, аксессуарики, которая вполне возможно завтра будет у многих твоих конкурентов, в том числе и не только на рынке Казахстана и России, и мы пойдем с этим продуктом дальше. Хотелось бы верить. Да, хотелось бы верить. Это, видишь, это опять же позыв отличницы. Но об этом мы можем... В общем, так и будет. Об этом мы можем, да, с тобой подумать в следующем году. Знаешь, как это... У нас есть такие итерации, по ним мы движемся, мир нам помогает, подкидывает карантины. Кого-то карантины убивают, кого-то они взращивают. Мой вывод, что вот четвертый кризис, который я прохожу, во-первых, это пройдет. Ну да, как все проходит. Во-вторых, это возможность напряться, напряться, потому что мы по своей натуре почему-то лучше и эффективнее начинаем трудиться от какой-то ситуации такой задницы. Рыковой какой-то, да. Это точно. Наступающей на нас задницы. От хорошей жизни мы почему-то расслабляемся, начинаем путешествовать, строить дома, рожать детей и так далее. Так и есть. До того, как я пришла к тебе, я этим и занималась. Строила дома, путешествовала и рожала детей. А теперь? Вот-вот. А теперь я еще и сохраняю все это уже самое, не считая путешествий сейчас в период карантина, но еще и развиваюсь довольно быстро. Ну знаешь, Дим, мы с тобой отметили два момента, о том, что задачи нужно делить на более мелкие, о том, что не надо стараться делать все отлично, но мне кажется, еще нужно добавить к этому окружение. Важен такой нетворкинг, важно, чтобы ты вварился в кругу у таких же предпринимателей, пусть они будут в других сферах, пусть у них будут совсем другие проблемы и другие бизнесы, но у нас в клубе X2 это сильно проявлялось, что мы сильно друг другу помогали, советами, взглядом со стороны, когда ты иногда зацикливаешься на своей проблеме и не понимаешь, как ее можно решить. Тут вдруг совершенно от человека, который не шарит в своем бизнесе, у него совершенно другая сфера, приходит логичное, простое, очевидное решение, которого ты не делишь. Когда мы, например, с Мариной разговаривали насчет бренда ее, насчет того, что она придумывала, как бы там назвать, как под своим брендом выпускать, в итоге мы просто нашли, что тот бренд, который она сейчас продает здесь, он просто не зарегистрирован, и ей можно его просто забрать под себя. Называть не будем бренды, но, тем не менее, вопрос решился просто очень легко и просто. Опять же, из-за того, что мы обсудили это в группе, и таких вопросов было очень много. И в моем случае тоже. Мне очень ребята помогали и по поводу персонала, и сейчас с выходом на Вайлдбери стало мне намного проще, потому что наши все ребята уже там, и я примерно понимаю, как это делать, и какие условия, и что и как. Ну да, там есть много таких нюансов. Много мелких нюансов, потому что кто-то больше в онлайне, кто-то больше в оффлайне, у кого-то сильные команды, а кому-то команду нужно набрать. Да, мы между собой всегда контактируем, и всегда можем друг другу помочь. Это, конечно, тоже немаловажно и очень ценно. Спасибо.